ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот это где-то в 20-24 километрах от Харидвара находится ашрам Пайлот Баба. Пайлот Баба, пилот Баба. Сейчас его здесь нету, сейчас он в Европе, но зайти можно. Зайдешь, тебе очень дружелюбно все покажут, расскажут. А когда Баба здесь живет, то можно и пожить. Какой большой рингам. Начало отсюда, осмотра. Из серебра? Шива, я здесь. Это шива, лингам, весь из серебра. Так, надо пройти. Вот это Пайлот Баба. Его называют Пайлот Баба, пилот. Он родился в 1936 году, получил хорошее образование, выбрал работу в военно-воздушных силах Индии. Дослужился до подполковника авиации, участвовал в войне с Пакистаном в 1965 году и в 1971. И попал в книгу рекордов Гиннесса, как пилот, летающий на самых низких высотах. Он летал прямо над деревьями, чтобы не попасть в поле зрения радаров. Но он известен еще тем, что он может входить в такое глубокое самадхи, практически как смерть, что его при этом состоянии, его закапывали под землю на несколько дней, потом в воде тоже на глубине он сидел там 6 дней. 33 дня он в подвешенном стеклянном кубе, из которого был выкачан воздух, тоже находился. Ну, все это зафиксировали ученые и люди, которые могли приходить 24 часа в сутки смотреть, что там с ним происходит. Все это фиксировалось. Вот такие вот сверхспособности у людей бывают. Ну, а шрам такой симпатичный, не очень большой. Я про него много слышала. Много у него русских преданных, много японских преданных. Он участвует в Кумхамеллах среди других сект. Девочки, которые русские его преданные, говорит, мы ехали с ним на Кумхамеле, на Большую Маха Кумхамеле, которая фестиваль такой для йогов проходит. Ехали с его школы, с его сектой на тракторе. Симпатично, да, здесь. Это гуру Дататрея. Когда Пайлот Баба медитировал 12 лет в Гималайских пещерах, к нему являлся как учитель, вот этот гуру Дататрея в теле молодого юноши. К нему являлся бессмертный Бабаджи из Гималаев. Вот, и поэтому он здесь поставил эти статуи. На лохца и зверь бежит. Привет! В 33 года он оставил авиацию и ушел медитировать в пещеры. Мать Дурга. Конечно. Мать Лакшна. Кришна. А, японская преданная пилота Бабы, которая тоже умеет входить в Самадзи, а ее закапывали под землю на несколько дней. Очень известная в Японии женщина, и сам пилот Баба ездил в Японию. А это вот мама пилота Бабы. Пайлота Бабы. Махадев. Махадев. Это бог богов Махадев. Маха это великий, как бы, главный, а Дев это бог, Шива. Махадев. Махадев. И ты лаут. И гейнам. Драконы. Драгонс. Йоги и студенты. Йоги и студенты. Будда. Будда. Бог Будда. Да, он. Двадцать пять лет этому месту. Ну, в смысле, этому ашраму. Пять лиц Ханумана. Пять лиц Ханумана. Вот они у него какие. И кабан, и лев, и обезьяна, и орел. Лорд Вишна пришел к Девке, которая мать Кришны, они были в тюрьме с отцом, и он их благословил. Это родители Кришны. Это родители Кришны, богини и боги. Рама, аватар Рама. Лакшман, его брат, Сарасвати Парвати. Это мать Кришны, которая вырастила, вырастила Кришну. Она молится вот корове. Это мать, которая усыновила Кришну, ее звали Яшода. У него было две матери, которая родила и которая усыновила потом. Поменяли на девочку. Там печальная история. Когда Кришна был маленьким, он был мальчиком таким шумным, шумел и не слушался маму иногда. И вот тут она его ругает. Кришна седьмой аватар, да? Кришна и его брат, они, когда убили дьявола, они пришли и освободили маму и папу из тюрьмы. Настоящих маму и папу. Камсу, не дьявола, Камсу, царя. Камсу, а, когда убили царя, брата вот этой вот мамы. Они его убили и освободили маму и папу, настоящих. Однажды люди все в Матхуре молились Индре, чтобы был дождь, но Кришна сказала, почему вы молитесь Индре, молитесь Шире и Вишну. И Индра разозлился и послал такой сильный дождь на Матхуру, это место рождения Кришны, что все затопило. И Кришна поднял на одном пальце гору. Гвардхан, известная гора. Ага, и укрыл всех людей вот под этой горой. Вот они тут прячутся от наводнения, которое устроил Индра. Какие-то они эти боги нервные такие, обидчивые. Им бы Гайдри мантру почитать, 50 кругов. Да, мстительные. Это аватары. Аватар. Первый пришел аватар рыба, потом аватар черепаха, потом был аватар кабан, потом аватар лев. Всего было 10 аватаров. Нарасинха, это который разорвал вот этого демона. Хиранья Кашипу. Лорд Вишну. И Брама с четырьмя лицами. И Шива. Вот это их три мурки. Это их троица самая главная в индуизме. Там гамга. Он смотрит на гамгу. Угу. А, вот это да. Вот. Такой большой. Он сказал, что у них 150 комнат для шейн, но без пайлота Баба permission, мы не можем дать комнату. А, у них есть 150 комнат для паломников, но без разрешения пайлота Бабы они не пускают паломников, поэтому, кто уже, видимо, жил, мы узнаем у Иры. А сейчас Баба в Европе, поэтому невозможно получить разрешение, но мы сейчас пока не нуждаемся, нам есть где жить. Вот это Шива Линга. Вера, он на тебя похож немножко. Ты посмотри, как он похож. Вот я когда... Правда же? Правда же. Я когда просматриваю видео, вот прямо вот... Точно. Но ведь правда, вот... Вот тот главный, который, верхний. Только такой ноги у меня не было. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Все относительно. Это все дурги... Девять разных лиц дурги. Вот такая дурга. Вот такая. И даже дурга, смотрите, есть... Вот мне кто-то говорил, нет, она только на льве, на тигре гималайском. Кто-то говорит, нет, она только на льве. А посмотрите, она даже есть вон вообще на коровке, да? На бычке, на коровке. И даже есть дурга на ослике, синенькая. И без головы. А вот это вообще грустная история. А у дурги было девять лиц. Вот это вот символизирует дурга, у нее такое, значит, материнское... У нее были преданные, которые были очень голодные. Они говорят, мы хотим кушать. Она говорит, ну сейчас, подождите, подождите. А они все просили поесть. И вот она такой, значит, величья мать, что она отрезала себе голову, вот сахлынула кровь, и вот преданные начали питаться эту кровь. Очень грустная история. Это не грустная, это как сказать... Жестокая, да. Это просто жестокая история. А они-то как могли таким питаться, значит, мать... Мать голову... Но уже захотелось. Голод не тетка. Да. Маски попал. Вот. Тем более такой. Ну, они говорят, да, что у них какие-то есть боги, которые питались кровью. Поэтому в их, может быть, материнской-то... Ой, я сейчас заплачу. Не могу. Пайлут Баба Инститюти. Это вот семь ришей, которые на земле Харидвара медитировали. Вот они, семь эти известные риши, среди которых был ваш Иштха сын Брамы и учитель Рамы. Это Бхарата брат Рамы. Кто отказался быть королем. Он ждал, когда Рама вернется через 14 лет из лесу. Кришна убивает дьявола. Он был его братом, королем... Ой, он был его дядей, королем, но он все равно был дьяволом. Вишну стал ребенком, материнговался кришной. Он говорил ему много раз, я тебя прощу, если ты поменяешь свою жизнь. А король говорил, нет, я не боюсь тебя. Ну и в итоге Кришна его убил. В то время ему было всего 8 лет. Ну вот такой вот мальчик был. Все эти аватары, это вишну аватары. И вот 7-й вишну аватар был Кришна. 6-й вишну аватар был Рама. Какой милый садик. Кришна. Кришна, боже, Кришна. 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 Парк, да, местный. Местный зоопарк. Тут только гусики. Страусы, кролики. Страусы, кролики. Ну, а еще реббит, дарлинг. Реббит и здесь страусы. Вот это да. Ему просто жарко, он не хочет. Он, наверное, приболел немножко. А вон кролики, крольчата. Реббит. Чистенькие какие. А вот это их ферма, маленькие коровки. А посмотри, какие у них чудесные условия. Вентиляторы. Так, девочки, мы вас не трогаем. Сидите, сидите. Все мальчики. Мальчики? Как мальчики. Два мальчика, а вот девочка. Это девочка. А дальше тоже девочка. А вы еще с Холли такие нарядные. Девочка первая. А ты видела, да, пилота Бабу? Да. Когда он уехал? В войне назад, думаю. После Холли сразу уехал. А, сколько ему лет? 78, говорят. Ну, на его сайте написано, что он 36-го года, 80. В этом году будет или было? А, в июле будет. Будет. В июле? Так он еще и рак. 15-го июля. А, да, потому что мы же говорили, что он рак. 15-го июля, да. Но он у нас все равно катается. Вот это и есть конопля. Да. Да, да, да. Понюх, какая она вкусная. Вкусная? Очень вкусная. Да ладно. Запах обожаю. Ой, точно, и правда вкусно. Конопля. Я запах обожаю. Марихуана. А это щавель. А, нет, это не щавель. А вот я и смотрю сейчас, этот саду нащипал себе, листочков покурит? Не, ну ее же надо сушить, чтобы курить. Пожует, может быть, а может просто понюхать. Вкусно пахнет. Да? И правда. Очень-очень вкусно пахнет, я же говорю. Я не просвещенная такая. Я только здесь вот две недели назад или три увидела это. Конопля у нас в Латвии растет, как мама не горюй. И моя мама, и когда она из Белоруссии, она тю, у них все время конопля. Этой коноплей пользуются. Такая масло конопляное хорошее, веревочки с него делают. Масло делаю, веревочки. Да конопля все такая штука очень серьезная. Она может спасти гектары лесов, потому что с нее можно делать бумагу. А сейчас много народу живет? Нет, сейчас много уехало. Много уехало. Какой национальности? В основном россияне. В основном россияне живут, да? Я вот видела одну австралийку. Сколько здесь стоит проживание? За донейшн. Донейшн, да. Комната большая, маленькая. Ты покажешь свое? Но моя, как бы, они разнятся все. Тут есть и больше, есть и меньше. Угу. По-разному. А с виду и как у вас? Кормят? Столовая. Есть? Корпору и пульты. Вот это вот для иностранцев, он говорит. Корпус. Вот мы здесь и живем. Ага. А кормят тут столовая платная, бесплатная для вас? Нет, бесплатная. Бесплатная. Так, а платная есть какая-нибудь? Нам-то где поесть потом, если что. Нету, да? Нету. Сколько дней? Кто-то? Здесь две недели. Две недели? Да. И сколько вы будете? А все, я через 30-го уже уезжаю. Сколько здесь можно жить? Какие условия здесь нет? А никто ничего не оговаривал. Сколько вы вложили? Вложили во что? Ну, это частный вопрос. Да, это... Правит бизнес. Какие-то не вкладывать? Ведь у каждого свой бюджет. Кто-то может тысячу, а кто-то может и сто тысяч. Вдруг его так торкнет. И у него достаточно. 100 долларов заплатили за дикшу Пайлоту Папе. Вот так душа запросила у нее. Да, у некоторых так открывается. Не думая вообще ни о чем, не сожалеяю. Когда гопи купались, пастушки, Кришна у них украла одежду и спрятала ее. Вот они тут сполошились, забаламутились. Но он такой был мальчишка, хулиганистый. Это слово. Это мама пилота Бабы. Я, Ира, Бабы. Уже некогда. Ира, а можно здесь в какой-то севе присоединиться к бесконечному служению? Я вас умоляю. Сева всегда приветствуется в Индии. Вон, можно овощи чистить, резать на кухне. Или вон огородом заняться. Там работа не умеренно. Так что я думаю, что все только поблагодарят. А вот так вот, да? И никаких ретритов? Ну, обездачки нет никакой. Что вы хотите, то вы делаете. Что-нибудь, Ирочка, знаешь ты о пилоте Бабе? Я знаю, что он был мирянином. И он же был пилотом. И он летал на самолетах. И воевал. И он хотел жениться. Он уже собирался жениться. Собирался жениться. И у него была уже девушка. Давай с этой стороны. Иди на фон. И уже все шло дело к свадьбе. Но у него были такие случаи. Я знаю только один, когда он летел на самолете в скалу. И уже ничего нельзя было сделать. И в какой-то последний момент он увидел своего учителя, который каким-то чудом вывернул сам самолет. И пилот Баба понял, что это уже последний из всех знаков. Что ему надо отказываться от мира и уходить в Саньяси. И свадьба расстроилась. Все были расстроены. И он пошел вот как все ручество. Вот это то, что немного я знаю. Возьмите, что это уже нету, да? Да есть, я думаю. О, света нету, девушки. Да. Здесь со светом личная проблема. Вот это туалет. Здесь у них есть и туалет. Ванна. Ванна. Европейский туалет. Тут же совмещенный индийский туалет. Такая прямо чудесная. Душевая кабинка. Квартира прямо. Здесь еще жить можно. Не, а ну я сделала. А что там смелая? Вообще клево. Ну, скорее всего, эту комнату дают на двоих, но сейчас или, может быть, даже на большее количество людей. Огромная комната такая чудесная. Ну, поскольку сейчас мало в ашраме людей, да? Ты владеешь всей комнатой. Прекрасно. И есть вай-фай в этой комнате, в других нету. Да? Да. Но в самом ашраме можно поймать вай-фай. Столовый хороший сигнал. Дают пароль, да? Да. Столовая бесплатная. Пойдете нам поплатить? Тогда сейчас 12 часов только. Они сказали только, когда баба приезжает, вселяют людей. Тебе просто повезло, что ты... Да? Да. Сейчас не вселиться. Не вселиться. Так же, как вот гонопатия ашрама в Майсоре тоже. Да? Ни за что не вселишься. Люди какие-то живут, но без... Рекомендации никак, да? Без гуру не вселишься. А, мы звонили одной девушке, она за нас словечка запомнила. Мы приехали, Павел, это бабы не было? Видимо, так. Может быть, да. Как тесен... Какая маленькая Индия. Только индийцев здесь много. А русские, куда ни шагнешь. Вот с Ирой в том году познакомились в ашраме Саибабы. И так, только в интернете иногда перекидывались там сообщениями. И сегодня вторая встреча. Ира, у тебя прямо пять звезд. Ну да. Пять с половиной. Пошли. И вот это все коридор с комнатами, с такими большими, да? Да. А есть больше комнаты? А ты что, можешь здесь открыть или нет? Мне кажется, нет. Это продувается? Нет, это стекло. Стекло. Это органическое стекло. Стекло, и на него какой-то витраж наклеено. Ага. Ну, люди живут в этом коридоре или уже никого нету, да? Нет, никого. Он уже много есть, но он очень мало. Ну, вот, на сегодняшний стекло. Угу. Можем прямо пока у нас здесь на крыше подняться. Пошли, да, пошли. Вон, какие комнатки. Матрасов-то, матрасов. То бишь, еще, наверное, когда наплыв людей, можно накидать матрасов. Вон, бархатцы. Это все, насколько я понимаю, территория бобы. Манговые деревья у вас. Слушай, ну, запах вообще нереально вкусный. Я думаю, что это так вкусно пахнет? Манго. А мало того, что плоды вкусные, так еще и аромат цветов отличный. Манговые. Все, что Бог создает, все безукоризненно. А скунц зачем? Он тоже безукоризненный. Он же красавец. Скунц говорит, зачем? Вот меня больше волнует, зачем комар? Ну, комар. Собака комар. Жизнь медом не казалась. Это понятно все. А вот тараканы зачем? А я их люблю. Да. Они мне милыми кажутся. Особенно я сегодня большого нашла. Я думаю, что это у моей к воровати такой лежит. Пальцем пощупала, думаю, наверняка таракан. Смотрю, лапками машет точно таракан. Младенькие такие. А сушеные тараканы, они, говорят, полезны от каких-то болезней, хитин там. Главное поменять восприятие. Да. Я просто с детства у нас тараканы в военном городке ползали, так я с ними задружилась. Ну, я с ними так и не подружилась. Сколько у меня их не было. Так и не подружилась. Сколько сюда. Вот, смотрите. Вот ганга. Самая высокая крыша. Ира, сколько мы этажей поднимались? Ну, по-моему, пять. Ох. Мне показалось семь. Десять. Мне десять, да. Вот это ганга, да? Ты ходишь окунаться? Да. Дальше проходишь или... Там хорошее место окунаться? Хорошее. Очень хорошее. Так что вы сейчас пойдете, можете это сделать. А, можно, да, скажу, Саше. Вот это тоже общежитие? Да, это все жилые корпусы. Вот это, я так понимаю, номер этого бобы. Где? Вот этот вот. Я так... Ну, я так предполагаю. Под оранжевой крышей вот этот, да? Да, потому что, как бы, он туда уходит. Когда он уходит, он уходит сюда. Да. А вот, наверное, эта крыша как раз для его... Там, наверное, его апартаменты, и эта крыша тоже. Ну, нет, туда можно подняться. А, можно? Да, можно. Поднялся, покажу дорогу туда. Оттуда тоже такой симпатичный вид открывается. Вон там русского вида юноша внизу ходит. Да, русский. Тут не осталось больше никого, кроме русских. Ясно. Вот, я так понимаю, что вот это большое застекло, это тоже его апартаменты. Потому что он на лифте уезжает вот сюда, вот в эту часть. У него какие? Черные волосы или уже седые? Да, черные. Черные? Может быть, спросите, я не знаю. Я так у меня видела. Пол такой интересный, что под этим купола. Мне кажется. А индийские преданные приезжают? Или только иностранцы? Приезжают, да. Здесь вообще очень много ходят, как экскурсии. Здесь спокойно посидеть практически нельзя. Я так утром иду, мне джапа почитать. Я вот в этот садик на скамеечку и все, и понеслась. Индусы идут, они ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, базар-вокзал такой, все. Я ухожу сюда на крышу. Вот. А когда я сижу за компьютером, у меня там есть местечко, я вам покажу. Там у меня и сеть рядом, и сигнал неплохой. Вот я там исполняю роль местного экспоната. Со мной считают своим долгом сфотографироваться каждый. Они фотографируют, ходят эти скульптуры, ну и меня заодно. Тем более ты светловолосая. Я еще и крашеная в рыжий от Холли. А вот если из ворота шрама повернуть направо, то тут можно подойти. Вот в ганге совсем близко, 100 метров из-за шрама пайлот-бабы. И можно подойти и принять ганга-баз. Нафотографировались? А вот это горчица растет. Да. Да, вот это вот. Ну-ка. Вот она. Да, вот горчица. Вот она. Ой. Она уже это, это она не созрела, а вот эта созрела. Вот эта созрела, сухая. Сухая. И вот внутри вот семена. Горчица. Вот они. А, потом ее размалывают, да? Она вот так легко делается. Как пшеница с упами. Я выращивала горчицу и семена собирала. Вот. Спасибо. Вот. Вот.